Римсон Альтер, он же Иван Данилов, в телеграм-канале. Новости вкусной, здоровой, экологически зеленой и бюджетной пищи от Еврокомиссии. И вот эта фотография крупным планом. Прониклись? Читаем дальше. Эти мучные черви вскоре могут появиться в макаронах и хлебе. Личинка, вкус которой при сушке напоминает арахис, является первым насекомым, одобренным ЕС в качестве пищи. Посмотрите, какие красавцы на фото. Кто еще не проникся, еще раз теперь проникнитесь. Хлеб и макаронные изделия. Какая гадость. Я несколько лет назад завел привычку предсказывать людям, которые занимаются потреблением, особенно кредитным, вместо инвестиций в активы с текущей доходностью, что они и их дети будут есть жуков, работать в каворкинге и жить в каливинге, то есть общаге для хипстеров. Должен признать, что я радикально ошибся. Судя по всему, многим придется обойтись даже без каворкинга, а работать прямо из личной капсулы в каливинге, общаге. Кстати, судя по жужжанию в московской инвестсреде, каливинги считаются перспективной инвестицией и вероятно так и есть. А жуки, вот они, на подходе. Надо бы найти перспективные компании из энтомологического направления сельского хозяйства. У них большое будущее. Кремсон Альтер, он же Иван Данилов в телеграм-канале. Новости вкусной, здоровой, экологически зеленой бюджетной пищи от Еврокомиссии.